Всем привет, друзья, с вами Бурбон, я продолжаю играть на проекте Diamond Server и Эмбер, и сегодня, ребята, хотел бы рассказать вам немножко про свою такую небольшую организацию, то есть про Фому, скажем так, но БРП, опять же, это не Фома, то есть не какая-то наша семья, а это действительно полноценная организация, которая занимается различными внезаконными делами. Так вот, первое, это я переименовал название, то есть в одном из прошлых роликов я говорил, что семья будет называться Бурбон and Tail, но теперь она называется Бурбон and Brothers, и это связано с тем, что я использовал Google Переводчик, я знал, что братья это Brothers, но я хотел именно братаны, и Google перевел мне братаны как Tail, но после, когда я по-английски написал Tail, мне он на русский перевел как сказка. Со своей работой он великолепно справляется, и поэтому я решил не заморачиваться и назвать тогда свою организацию Бурбон и Братья, скажем так. Следующее, что касается организации, нас уже около 30 человек, это довольно-таки неплохо, то есть да, не так много, но если все эти люди, а именно 30 человек, соберутся в одном месте, это действительно будет довольно-таки много. Давайте я пропишу сейчас в фамилии и покажу вам, собственно, состав. Тут, я если не ошибаюсь, 33 человека, то есть вот два списка. Если у вас есть желание попасть в фаму, я только рад, но, пожалуйста, не нужно мне писать Бурбон, инвайтни фаму. Типа в игре вообще не надо, то есть сначала осуществляется все через ВК. Вы в ВК мне первым делом сразу одним сообщением желательно, чтобы не было диков, луда, потому что иногда я просто на фоне слушаю музыку в ВК и играю в какие-то игры. Вот представляете, я играю в какую-то игру, и какой-то чувак начинает настреливать. Привет! Я хотел бы в фаму попасть. Начинает все скрины кидать, даже не одним сообщением, а кидает один скрин, пишет. Это лицензии. Кидает второй скрин, потом другим сообщением. Это машина. Кидает третий скрин, и потом опять же отдельным сообщением. Это мой скин. И то есть, понимаете, так получается много сообщений. Вот я играю в какую-то игру, не хотел бы отвлекаться, просто поставил музыку на фоне, чтобы было приятнее играть. И постоянные звуки ВК, согласитесь, довольно-таки не самое приятное, что могло произойти. Поэтому давайте договоримся так. Если вы хотите попасть в фаму, я только рад. Но, пожалуйста, пишите одним сообщением. То есть, привет, бурбон, хочу в фаму, и прикладываю вот все скриншоты. Также, если у вас чего-то не хватает, то, ребят, я никаких отключений сейчас не делаю. Что вам нужно для того, чтобы попасть в фаму, вы можете узнать в ролике, который будет по ссылке в описании. Если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите, так как там я все подробно рассказывал. А также, если вы уже состоите в фаме, или вы хотите попасть в фаму, вы посмотрите данное видео. Потому что в нем я расскажу некоторые изменения в нашей такой вот организации. Называю ее фаму просто потому, что все понимают, что так, это фама, то есть, это семья. То есть, даже команда для управления нашей организацией, в кавычках, она фэмили. Но в игре это действительно организация, и мы никакая не семья. Теперь, что касается организации. За все время существования, небольшое довольно-таки время существования нашей организации, уже было проведено несколько таких неплохих рпшек, которые для Даймонда являются действительно хорошими. И являются, знаете, такими вот на уровне. То есть, не просто там поехали и убили там какого-то чувака просто, чтобы посмеяться. А именно, какая-то была IC причина на то, чтобы что-то сделать. Мы это сделали. И я все равно-таки выкладывал. То есть, пока что было такие вот две рпшки, которые мы выложили вчера. Тоже прошла мини-рпшка, где мы сначала собрались в клубе. После нашли тех людей, кто может подставлять оружие, им оказался один человек. Ник, наверное, не буду называть, потому что, возможно, начальство может его за это наругать. Но, думаю, ты прекрасно понял, о ком я говорю, поэтому тебе большой привет. И после, опять же, того, как он доставил оружие, оружие он действительно доставил много. Это тысяч пять дегла, около пяти тысяч тоже, по-моему, АК, где-то полторы тысячи МП5 и около двадцати семи ральфа, то есть снайперки. За это большое спасибо. Я тому чуваку перевел на банковский счет пятьдесят тысяч, потому что он действительно тратил свое время. Нарушал, скажем так, свои обязанности и полномочия превышал, потому что, ну, действительно, нельзя так много брать патрон. Хотя он, по идее, по-моему, был не на таком маленьком ранге, типа за это никто его не ругал. Но все равно это как-то довольно-таки действительно склад разоряло. И за это он получал действительно неплохое, как мне кажется, вознаграждение. Все же остальные нуди, которые там были, я перевел по пять тысяч. Но, ребят, о чем бы я хотел поговорить? Я хотел бы рассказать и минус, который меня действительно даже не бесит, а, скажем так, настораживает. Это игроки. Это сами игроки. А именно их невнимательность или их просто глупость. К примеру, когда мы отправляемся в семи на какое-то дело, не нужно, пожалуйста, спешить никуда. То есть мы поедем спокойно, то есть вот вы едете, видите, что вот там, переди вас там машина. И понимаете, что если вы продолжите ехать с такой же скоростью, вы в нее врежетесь. Так притормозите чуть-чуть. То есть зачем спешить? Зачем обгонять? Некоторые люди хотят ехать первым. То есть просто великолепно. Они даже не знают, не совсем знают, куда нужно ехать и врываются вперед. Конечно же, это круто обгонять других людей. И даже обгонять не тех людей, которых ты не знаешь, типа как гонка, а просто вы едете, скажем так, своей организацией, ты обгоняешь своих же людей. То есть это так весело. Некоторые очень хорошо ездят. То есть серьезно, давайте договоримся. Если мы отправляемся на какое-то мероприятие, возможно, Хант не едет. Хотя Хант не едет 110 километров. То есть, по-моему, даже Кловер едет там, то ли 107. То есть расстояние можно держать вполне нормально. Опять же, если вы понимаете, что у вас очень медная машина, то напишите об этом сразу, чтобы все снизили скорость. Чтобы вы нас догоняли. А не так, как это бывает обычно, что я пишу, все готовы, нет никаких вопросов. Нет, нет, все готовы, все будет хорошо. Мы поехали. Какой-нибудь поворот, кого-то дико заносит. То есть, прям, знаете, он едет вот так, потом его и прям дико вот так вот заносит. То есть, он разворачивается чуть ли не на 800 градусов. И после пишет в чат, что куда вы уехали, почему вы меня не подождали. Ну, серьезно, едьте аккуратно. Главное быть адекватным. Адекватство это самое главное. Потому что есть некоторые люди, которые чего-то, наверное, не понимают. К примеру, расскажу ситуацию. Вчера, когда мы поехали за оружием, какие-то дегенераты-копы начали сначала нас спасти. Хотя мы ничего не делали. Я написал в слэшка, что парни, мы ничего не делаем, чтобы они ни в чем нас не заподозрили. Снимите все маски и уберите оружие. И не доставайте. Мы просто обыкновенные граждане, которые собрались тут. Но менты, они так меня взбеседуют, то есть они полнейшие дегенераты. К большому сожалению, я не запомнил их никнеймы. Потому что я бы хотел их запомнить и покарать. Потому что они полнейшие имбецилы и другого. То есть вот, ну серьезно. Я сейчас ехал, да, по встречке, но он тоже гнал по встречке. Ну почему бы, почему бы действительно не врезаться? Зачем пытаться объехать меня, если можно влететь? Так вот, и что же там было? Мы стоим, ничего не делаем. И вот подъезжает какой-то коп. Подъезжает коп, и находятся два чувака. Не буду называть их никнеймы. Думаю, вы так поняли, о ком я говорю. Именно вы поняли. Я обращаюсь к тем парням, которые сделали это. Они берут, достают оружие и начинают сразу нацеливаться. А то, что я буквально две минуты назад говорил о том, что мы просто граждане, которые тут гуляем и ничего не ждем. А там мы ждали, пока нам тот чувак, который находится в армии, привезет патроны. То есть мы договорились нам встретиться около перформанс-тюнинга. И действительно, когда тебе сказали, что мы просто гуляем, то есть зачем стрелять? Конечно же, нужно достать оружие и сразу нацеливаться. Хотя тот коп, он даже ничего не говорил, он просто вышел. То есть, ну серьезно, огромная просьба ко всем. Будьте адекватными. И представьте, что вы являетесь гангстером. Именно не отбитым дебилом, который, если видит, что что-то двигается, начинает сразу стрелять по нем, а именно гангстером. Вот как вы думаете, в реальной жизни, если люди собрались в одном месте, чтобы получить огромную партию оружия. И подъезжают какие-то копы. Они будут сразу стрелять по ним? Нет. То есть копы не сказали им ни слова. Быть может, они просто приехали сюда. Так почему бы не вести себя спокойно? К тому же, те люди, которые были в розыске, я их посадил в свои ханты и спрятал за угол. То есть, чтобы их ники не было видно, и они смогли пробить по сатмарку преступников. То есть, те люди, которые там стояли, они были без розыска. Мы ничего не нарушали, мы просто стояли. Просто, когда вы хотите что-то сделать, подумайте, а так бы поступил бы я в реальной жизни или нет? Если, опять же, вы были бы в реальной жизни гангстером, скажем так. И теперь, вторая часть видео, я хотел бы поговорить об улучшениях. Об улучшениях, которые ввели сами игроки, то есть, которые стоят в организации. Там есть тема, которая называется «Предложения и улучшения». Там некоторые люди предлагали различные МПшки, о них я сегодня говорить не буду. Я просто расскажу об улучшениях, которые писали люди и которые будут действительно добавлены в игру. Опять же, не в игру, а просто в нашу фракцию. То есть, понятное дело, я не могу связаться с разработчиками и предложить то, что нам могли написать не какие-то люди. И улучшения может написать любой участник клуба, который попал в эту группу. То есть, если вам есть что предложить насчет мероприятий, либо насчет каких-то изменений там в фарме, то есть, если у вас есть какие-то предложения, вы можете их писать, потому что, если они действительно хорошие, которые мне понравятся, скажем, изменения, это изменение будет введено в фарму, либо если мероприятие хорошее, которое вы предложили, оно тоже будет в фарме проведено. И некоторые, ребят, сообщения я удаляю, чтобы там не было больших количеств сообщений, чтобы потом нужно было найти самое главное. Я удаляю те, которые мне не нравятся по какой-нибудь причине, и я считаю, что они просто не нужны. Так вот, Нестер пишет. У меня идея. Чтобы смотреться как банда, можно все автомобили покрасить в один цвет, например, черный или белый. И это действительно хорошая идея. Но что касается цвета, я опубликую в группе ВК, в закрытой группе, чтобы могли голосовать только участники клуба, то есть, те люди, которые принимают участие в нашей организации. И там, скорее всего, будут цвета, такие как черный. На самом деле, черный, он неплох. То есть, можно было бы сделать все автомобили черным, но он довольно-таки банальный. То есть, уже общепринятое мнение, что черный цвет является такой там бандитский, мафиозный и так далее. Но хотелось бы как-то выделяться. Поэтому я бы, наверное, сделал красный. Не знаю. Но, опять же, мы будем опираться на мнение участников. И там будут такие цвета, как фиолетовый, зеленый, желтый, красный, белый и черный. То есть, такие вот цвета. И каждый участник проходит и голосует за понравившийся ему цвет. И после того, как все участники проголосуют, за какой цвет больше всего будет голосов, тот цвет мы и будем ставить. Егор пишет, нужно сделать всем кликухи. И здесь я тоже согласен. Почему бы и нет? То есть, тех-рации нужно ставить отряд, в котором вы находитесь. И также можно сделать кликухи. Но, ребят, чтобы не было какого-то там, знаете, такого вот веселого фанатизма. Потому что, когда я был в байкерах, там, ну, прям совсем глупые. Типа, там, помню, Габен, по-моему, был ник. Но что это такое, гникуха? То есть, Габен. То есть, представляете, байкер Габен. Ну, понятное дело. Поэтому я предлагаю всем самим выбрать кликухи. Я так и останусь бурбоном. То есть, меня можно будет так называть. У меня кликухи не будет. Хоть в байкерах я был волчарой, но просто можете назвать мне бурбон и все. А также, опять же, это не обязательно. Если вы хотите иметь какой-то кликуху, но сначала без согласования со мной ставить эту кликуху нельзя. Потому что я, зная фантазию некоторых чуваков, и когда я был в байкерах, просто, знаете, были отвратительные кликухи в плане РП. То есть, они были смешные, веселые, но если представлять, что реальный байкер, которого так зовут, ну, это просто фейспаум. Поэтому, если у вас есть какая-то кликуха, она должна быть адекватной. Там, к примеру, там, Клык. Там, просто, может быть, Дерзкий, либо еще какой-то. То есть, не знаю, просто кликуху, как бы вы хотели, чтобы вас называли. То пишите мне эту кликуху в БК, и если она меня устраивает, то есть, она вполне адекватна, не какая-нибудь там зеленый слоник, и так далее, а заза, и прочее. То я даю добро на то, чтобы вы использовали данную кликуху, и после в игре вы пишете свой тег, а после пишете свою кликуху. И к вам уже обращаются не просто по имени, а там, допустим, там, Клык, там, Едик Бару, и так далее. Ваня предлагает ввести ранги, но, ребят, насчет этого я даю отказ, так как ранги, они, да, задумка неплохая, но из-за реализации того, что я не могу в игре приписать команду, там, F ранг или что-то типа того, и выдать ранг, чтобы я видел, каким вы являлись рангом, то просто некоторые люди, хитрецы, смогут хитрить, хитрецы хитрить. То есть, умею, знаю, практикую. Так вот, к примеру, я инвайтил какого-то чувака, скажем, и вот там прошло пару дней, опять же, все ники тех, кого я инвайчу, я попросту физически не могу запомнить, и он подумал, окей, почему бы я не напишу себе то, что у меня второй ранг, хотя я ничего не делал. И я попросту каждый раз, когда кто-то пишет какое-то сообщение, там, допустим, и он оказывает там второй ранг, либо там название второго ранга, я должен заходить в группу и проверять на самом деле второй ранг он или нет, и это действительно будет долго, особенно на каких-то мероприятиях. А какой смысл от рангов, если их можно попросту накрутить, я об этом не буду знать, поэтому, чуваки, из-за того, что данной функции в нашей фамилии нету, рангов не будет, так как за этим уследить всем очень сложно. Да и к тому же особого смысла это не имеет, так как у нас иерархия следующая, то есть я, получается, СПРП-босс. Да, это немножко как-то честно звучит, но серьезно, я играю роль босса, потому что организация, собственно, Bourbon & Brothers, она моя. Арнольд Блэк является вице-президентом, скажем так, нашего клуба, или же правой рукой босса. А все остальные участники, они равноправны, и то есть у них нет каких-то высших возможностей, потому что, опять же, я знаю, как это работает в байкерах. Какой-нибудь трейсер начнет просто не из-за того, что действительно по делу гнать на проспект, а из-за того, что он хочет почувствовать власть, то есть он будет просто гнобить проспекта, потому что он трейсер, он пятый ранг, если я не ошибаюсь, и трейсер пятый ранг в байкерах, а тот проспект, он первый, и он будет просто гнобить. И то же самое может происходить в клубе, что какой-то чувак начнет дерзить, типа, а ну-ка, сгоняйся мне за пивком, там, просто шавка и так далее. Из-за этого я не хочу делать такую иерархию, поэтому все члены клуба, они равны перед друг другом. И поэтому ранги вводить я не буду. И да, ребят, хотел бы сказать еще насчет одной вещи. Клуб создан не для выпрашивания денег. Чуваки, заработайте сами. Серьезно, как бы это глупо и банально не звучало, но некоторые этого не понимают. Если им не хватает какого-то числа денег, вместо того, чтобы пойти куда-нибудь и заработать их самим, они начинают выпрашивать деньги. И вымогательство или выпрашивание, или просто спросить, там, а то же денег, оно в семье запрещается. Потому что суть семьи была в другом, чтобы люди получали удовольствие от игры и разнообразие своей игрой. Вступив в такую организацию, потому что, мне кажется, те РПшки, которые проводим мы, их даже либо редко, либо вообще не проводят даже другие мафиози. Поэтому наша организация, она такая, ну, как мне кажется, более-менее разнообразная. И, опять же, в ней могут принять участие все члены клуба. Если тебе не нравится что-то, ты можешь предложить. Опять же, я не говорю, что если ты предложишь, что 100% вероятностью это изменится. Нет, но если твоя идея покажется мне адекватной, и она мне понравится, то это изменение вступит в силу. Об этом ты узнаешь либо в Ронике, либо в группе ВКонтакте. Ну и такое вот получилось видео. Поэтому всех желающих жду в семью. Кто не знает критерии, можете посмотреть ролик, который будет первой по ссылке в описании. А на этом, ребят, наверное, все. С вами был Бурбон. Большое спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok